А волгоградские ребята вернулись из Москвы, где принимали участие в 11-х Дельфийских играх. Это единственное в мире соревнование, объединяющее все виды искусств. О своих победах и впечатлениях юные таланты рассказали на встрече с журналистами. Светлана Олегбарова продолжит. На Дельфийские игры таланты отбирали со всей области. В результате в столицу отправились 12 участников. Из Москвы они привезли три награды, в том числе две золотые медали. Такой вопрос. Вот три награды из 12 участников – это много или мало? Нормально. Нормально. Три награды на 12 человек на Дельфийских играх – это нормально. Почему нормально? Потому что в каждой группе, в которой сорвновались наши студенты и дети, было от 25 до 50 участников. Взрослые наставники конкурсантов отметили, что все ребята из Волгоградской делегации проявили себя достойно. Но особое внимание, конечно, к победителям. Алина Ломакина занимается эстрадным вокалом. Ее называют ветераном Дельфийских игр, ведь она участвует в них уже не первый год. В этот раз из Москвы Алина привезла специальный диплом. Золотую медаль в номинации «Народное пение» получила Виктория Вострикова. А один из самых юных участников творческого турнира – Еремей Черевкоза – воевал золото в номинации «Художественное чтение». На поле бранном – тишина, огни между шатрами. Друзья, здесь светит нам луна, здесь кровь небес над нами. Наполним кубок круговой, дружнее, руку в руку, запьем вином кровавый бой и спадшими разлуку. За время проведения в России Дельфийских игр волгоградцы собрали в свою копилку свыше 25 медалей разного достоинства. Хотя, отмечалось на пресс-конференции, наград могло бы быть и больше. Но для этого юным дарованием нужно создавать специальные условия. Ребята должны заниматься с профессиональными педагогами, кроме того, иметь возможность постоянно выезжать на различные конкурсы. Кстати, в творческой среде уже сейчас идет разговор об учреждении в регионе малых Дельфийских игр, где мальчишки и девчонки смогли бы в полной мере проявить свои таланты. Светлана Олегбарова, Ирина Горшинина, Андрей Стомин, телекомпания Ахтуба.